Всем привет! С вами Наташа Белоруссия и рада видеть вас на своем канале. Девчонки, сегодня поговорим с вами о китайской косметике, заказанной с Алиэкспресс. Мы будем разговаривать только о декоративке. Я, честно, пыталась заказывать уход с Алиэкспресса. Меня спрашивали подписчики, что-либо пробовала ли я и понравилось ли мне. Но в основной массе у меня как-то не сложились отношения с этой косметикой, поэтому уход с Алиэкспресса я особо заказывать больше не планирую. Но вот декоративку я частенько заказываю, не вижу в этом вообще ничего плохого. Самое главное, заказывайте сертифицированные крупные бренды. Сейчас на YouTube раскручено 2-3 китайских бренда, у которых на самом деле качественная и хорошая продукция. Мне хотелось найти какой-то новый бренд с интересными продуктами, которые будут интересны вам, так и мне. Кстати, в который раз повторяюсь вам о том, что каждый раз, когда я совершаю покупки на Алиэкспресс, я пользуюсь кэшбэк-сервисом. Мой кэшбэк это cash4brands.ru. Я вам сейчас все подробно расскажу, плюс мы для вас подготовили конкурс. Все условия будут прописаны внизу. Таким вот образом выглядит значок Cash4brands на экране моего мобильного телефона. Здесь удобное мобильное приложение, это немаловажно. И не раз вам уже говорила о том, что не бойтесь пользоваться кэшбэк-сервисами. Это точно так же возврат денег, как вы возвращаете tax-free при поездках и покупках за границей. Здесь точно такая же система. Огромное количество магазинов. Также по моей ссылке вы получите в течение двух недель кэшбэк на 40% больше. Условия конкурса, естественно, простые. Зарегистрироваться и оставить внизу ваш ID. Все, я дополнительно пропишу. Участвуйте и выиграйте денежные призы. Многие девчонки уже побеждали в нашем конкурсе с cash4brands.ru. Так вот, продукт мне на самом деле попался на Алиэкспресс. Я сначала заглянула, что же это за марка косметики. И как только я увидела, что бренд довольно-таки крупный, посмотрела на YouTube. У нас как-то на русскоязычном YouTube на этот бренд я не нашла отзывов. Поэтому я закинула в корзину еще кое-что. И сделаю для вас обзор. У меня эта косметика уже довольно-таки давно. Наверное, ну чтобы вам не соврать, девчонки, два либо три месяца. Я все собираюсь сделать для вас видео, и все никак не доходили руки. Но не рассказать вам об этом бренде я не могу. Первым, на что я обратила свое внимание, это вот на эти очень красивые жидкие кремовые тени. Я думаю, что многие из вас, в особенности бьюти-маньяки, прекрасно догадались, на что очень похожи эти тени. Но, девчонки, как вы, что значит, знаете, не заказывайте с Алиэкспресса подделки. Подделки, это когда на бренде будет написано название, измененное там, допустим, с одной буквы. Ну, мы прекрасно понимаем, что это на худо похоже. Было написано там не худо, а худи или хида, да. Вот это подделки. Здесь у бренда мы понимаем, чем бренд вдохновлялся. Но бренд, название, здесь у нас написано именно сам логотип той компании, что мы покупаем. В общем, я обратила внимание, там было четыре у нас оттенка этих теней. Я взяла себе три цвета, четвертый был красный, и красный меня как-то особо не заинтересовал. И, в принципе, в принципе, я осталась довольна этими тенями. Единственное, у меня претензия к этим теням, они вот так вот, да, в самом вот этом тюбике выглядят более спокойно. На глазах они все-таки более яркие. У меня вот это 0,1, 0,2 и 0,3 оттенок. Я вам сейчас, естественно, все покажу, как я делала макияжи, свочи для того, чтобы вы могли определиться. Здесь у нас матовые оттенки, и снизу у нас идут шиммерные. Все то же самое, как и у Huda. Точно так же у нас достаете у нас здесь аппликатор с матовым оттенком, а шиммер у нас с такой кисточкой. Кстати, я сначала думала, что с кисточкой будет неудобно, лучше бы был аппликатор. Но, девчонки, кисточка здесь не просто так. Кисточка, она мягко, да, проводит по вашему веку, за счет чего вы не поднимаете те слои кремовых теней. Потом кремовые тени вы закрываете какими-то матовыми, либо шиммерными там своими тенями и добавляете уже кисточкой. Это на самом деле более удобно. В общем, мне понравились эти тени. Они неплохо растушевываются. Единственное, что самый спокойный оттенок будет номер 0,1. 0,2 и 0,3 номера, они довольно-таки яркие. И эти тени, сам матовый оттенок, да, это именно больше, имейте в виду, это больше как подложка под какой-либо макияж. Потому что в самостоятельном виде их надо либо очень хорошо, да, слегка растушевывать, это такой легкий будет макияж. Либо, если вы слишком их перетушуете, они могут слегка пятнить. Не критично, но слегка пятнить они все-таки могут. В принципе, довольно-таки красиво вот эти вот фойл тени смотрятся переливающиеся, яркие такие на глазах. Слегка они могут подчеркивать текстуру на веки, но в принципе это делает огромное количество других теней. За такую цену, я не помню, там 2-3 доллара вот такая вот тенюшка стоит. Мне кажется, что это на самом деле достойнейшее качество. Вам прекрасно, да, сейчас видно, как я их растушевываю, что растушевываются они неплохо, ложатся неплохо. И именно в качестве подложки, да, либо даже если вы наносите просто кремовый матовый оттенок на всю веку и потом на подвижное веко наносите вот этот вот шиммер, то тоже смотрится очень даже неплохо. Они неплохи по стойкости, на сильно жирном веке они держаться не будут, потому что они не водостойкие. Но за счет вот этой вот тоненькой текстуры они хорошо растушевываются, опять же, да, и красиво лежат, особенно матовые оттенки. Они не скукоживают век и не подчеркивают на нем текстуру. В общем, продукт мне понравился однозначно. Можете обратить свое внимание, если искали давно такой продукт, если вы там непрофессиональный визажист и вам не нужны супер там дорогущие продукты, то очень и очень достойный вариант. Далее, девчонки, хочу вам показать то, что мне понравилось, то, что у меня сейчас на губах. Вот такой вот набор матовых помад. Опять же, мы видим, что бренд вдохновлялся американской косметикой. И внутри, кстати, вот я вам что не сказала. Вот эта вот упаковка, она очень качественная. Девчонки, это очень плотный, классный пластик. Огромное количество масс-маркета не упускают в таком пластике, потому что он, я так понимаю, довольно-таки дорогой. И все выполнено вот так вот круто. Здесь такие аккуратно закругленные вот эти вот уголочки на всем. Упаковка, все такое вот приятное. У меня уже несколько месяцев они, да, там елозят по ящику. И этот пластик не царапывается, выглядит очень и очень круто. Все то же самое я могу сказать вам и об этих помадах. У меня здесь 4 оттенка такой наборчик. И я вам однозначно могу порекомендовать. Заказывайте именно этот набор, потому что здесь все 4 очень носибельные оттенка. У меня сейчас на губах вот этот вот оттенок А03. Нейтральный такой слегка пыльно-розово-бежевый оттенок. Подходить будет абсолютно всем. Это именно стойкие матовые помады. Единственное, что у меня сейчас немножко нанесен бальзам. Имейте в виду, девчонки, нет таких стойких матовых помад, которые, да, ты наносишь, они полностью застывают и не отпечатываются. Которые бы не подсушивали и не подчеркивали текстуры на губах. Вы должны прекрасно это понимать. Даже помада от Lime Crime или Charlotte Tilbury, они все, именно застывающие вот эти помады, они все подчеркивают текстуру и все подсушивают губы. Просто есть супер некомфортные пластилиновые помады. А есть помады, которые довольно-таки комфортно носить. Они ложатся тонким слоем, за счет чего вы их особо не ощущаете на губах. Так вот, девчонки, вот эти помады именно такие. Я их не ощущаю на губах, но я привыкла к матовым помадам, опять же повторюсь, и ношу их на постоянной основе. У набора, да, вот этот вот первый у меня А03, у меня сейчас на губах. Потом здесь у нас красивый пыльно-розовый оттенок. Вот такой вот с легкой персиковой ноткой, светлый оттенок. Он самостоятельно, моно на губах, довольно светловат. Подойдет только если там может быть на загар, либо еще кому-то. Но мне он особо не подходит, но он очень круто разбавляет вот эти вот цвета. И если хотите сделать амбре, в общем, он у вас не заваляется. И невероятно красивый такой кроваво-красный оттенок. Мне кажется, что у каждой женщины в косметичке должен быть и такой цвет. Опять же, этот набор очень недорогой, поэтому рекомендую вам, девчонки, заказывать именно весь набор. Но не вижу здесь ни одного, на самом деле, ненасибельного оттенка. И упаковка прям очень все круто смотрится. Опять же, такой плотный, классный, глянцевый пластик, который совершенно не стыдно достать из косметички. Далее, я обратила внимание здесь, и обратила внимание, я вот такой шиммер. Мне просто так, мне показалось, что этот шиммер очень похож на шиммеры, которые Алина Чарова, по-моему, так у нее фамилия, выпускала. Я думаю, ну, они так смотрелись вроде неплохо на камере, поэтому я решила для себя его заказать. Опять же, стоил копейки. У меня оттенок А04. И опять же, я совершенно не пожалела. Оттенок у нас золотой, именно такой, знаете, желтое золото. Смотрится красиво, очень круто переливается, он застывает навеки. Имейте это в виду. Это именно, это не кремовые тени, это скорее как топпер, да? Когда вы нанесли уже какой-то макияж, какую-то подложку, какую-то сухую, допустим, тень на ваши глазки. И уже поверх, на подвижное веко, можно добавить вот такие вот блесточки. Блесточки довольно-таки мелкие. Я, по крайней мере, ну, не вижу, что они могли бы, да, принести какой-то урон вашим глазам. И я так понимаю, что они проверены офтальмологически, офтальмологами. Потому что в Китае тоже все эти у сертифицированных, повторюсь же, брендов, да, все эти продукты проходят сертификация. Очень красиво переливаются, на глазах смотрится невероятно красиво. Оттенок именно такое желтое-золото с наличием такого розового красивого шиммера. Смотрится неплохо, застывает на глазах, держаться будет даже на жирном веке. Далее у меня здесь вот такие вот помады. И это уже похоже на Nars. Вот это вот, кстати, на Kylie было похоже. Здесь у нас помадки очень похожи на Nars. Они внутри, кстати, вот эта вот крышечка даже похожа на фирменное вот это вот резиновое такое напыление. У компании Nars. Вот эти помады, они тоже в принципе ничего, но они больше именно как муссовые, которые не до конца застывают. За счет этого они не так сильно сушат губы и они не так сильно подчеркивают текстуру на губах. Потому что если у вас возрастные губки, либо текстурные, допустим, как у меня гиалурон в губах, они такие расправленные. Но когда губы натуральные, они текстурные, да, и такая помада не так сильно подчеркивает эту текстуру, мне больше нравится вот такая вот версия, которая именно застывающая. Но если вы любите именно муссовую текстуру, то можете обратить внимание и на эти помады. С вотча я вам покажу тех оттенков, которые выбрала именно я. Также от этого бренда я, естественно, не могла пройти мимо палеток теней. И в принципе палетки теней на том же уровне, на котором, да, и все китайские тени, которые сейчас раскручены и на Алиэкспресс. Вот эта вот палетка похожа на Анастасию Беверли Хиллз. Вот эта палетка похожа на Урбан Дикейн. Не так давно выходила такая палеточка. Вот эта палетка, кстати, не знаю на что похожа. Наверное, она похожа на Наблу, да. Качество теней неплохое, оно, естественно, не сравнимо с качеством теней Анастасии Беверли Хиллз, там, либо с той же самой Наблой, да. Но для китайского качества оно абсолютно точно такое же, как у огромного количества раскрученных брендов. Я сделала макияж с этими тенями, вы сами все прекрасно посмотрите и убедитесь в этом. И последний продукт, девчонки, мне понравился этот продукт. Это на самом деле классная штука. Единственное, что я выбрала неподходящий для себя оттенок. Я взяла 03 Black Brown. Он мне темноват, но я и хотела более темный оттенок для того, чтобы прорисовывать волоски. Они были, да, на дымке более светлые, да, волоски были более яркие. Но оттенок все-таки оказался прямо такой насыщенно-темно-графитовый цвет, серый, да, такой, понимаете, что такое графит, серый оттенок. И для меня он немного темноват. Здесь у нас такой не трезубец, четырех зубец. И здесь у нас толстый маркер. Сейчас продаются у нас, вот у Catrice, тоненький маркер, он быстро пересыхает. И вот в этот вот фетровый наконечник ничего не попадает. Здесь у нас толстенький маркер. И он классно. Посмотрите, как у меня уже несколько месяцев. Я вам говорю, вы даже видите сейчас рядышком видео, где я делаю макияж. Там у меня даже маникюр. Я не знаю, там уже три раза я переделала маникюр. Он у меня до сих пор отлично рисует за счет того, что здесь подводки много. Она подается туда постоянно, да, и он не пересыхает. Посмотрите, как удобно. На самом деле, быстро прорисовать вам все. Посмотрите, ну класс. Прорисовать вам волосочки, добавить объемы. Допустим, как я. Женщина без бровей. Если бы я себе их не рисовала каждый раз перед видео, вы просто ужасались. У меня нет бровей. У меня они не растут. Вот такая штука меня спасает. Однозначно понравилась, однозначно рекомендую. И теперь не вижу смысла тратиться на те лайнеры, которые очень быстро застывают. Потому что этот лайнер у меня уже довольно-таки долго. Плюс он неплох по стойкости. Я, кстати, не знаю. Девочки, извините, можно я сделала так? Я скажу вам стойкий он? По водостойкости он не суперстойкий, потому что размазывается. Я просто не проверяла до этого, водостойкий он или нет. Но вот так вот просто, да, он довольно-таки быстро застывает и абсолютно не размазывается. В общем, девчонки, вот такой вот заказ у меня был с Алиэкспресс. Обязательно напишите мне внизу в комментариях, будете ли вы что-то заказывать, понравилось ли вам что-то из этого. Жду ваших комментариев внизу. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok